вообще вот эти места когда мы начали эту территорию разрабатывать назовем так мы узнали о том что здесь в 2000-х годах проводились археологические раскопки и комитет по охране памятников археологии по-моему да и культуры он нам рассказал о том что ну сообщил о том что да действительно проводились раскопки и есть находки датированные железным веком это в общем 1 2 тысячи лет до новой эры эти находки хранятся у нас в нижнетавдинском музее заповедника и сейчас уже здесь давно раскопки никакие не ведутся но мы захотели людям как-то рассказать об этих местах потому что понятно что все что там много тысяч лет назад она погребена под слоями земли здесь 7 археологических слоев и вот показать наверное практически это невозможно физически мы на что как мы решили поступить у нас 10 гектар леса часть мы место своим под средства размещения и отдыха гостей а часть леса 7 гектар мы выделили под парк мы хотим чтобы гости которые сюда приезжают гуляя по территории по лесу могли познакомиться с историей этих мест и мы придумали такой конкурса называется архипарк ключи мы это и только конкурсный архи как архи важный археологический архитектурный парк понятно ключи ключи это как те знаки природы которыми владели древние люди чтобы гармонично проживать в ней провели федеральный конкурс среди архитекторов дизайнеров и художников поступило к нам 68 заявок работы уже прислали готовые 18 команд и 5 команд члены жюри отобрали в качестве достойных для монтажа в нашем парке конкурс этот проходит при поддержке президентского фонда культурных инициатив оси правительства тюменской области я в частности очень люблю такие выездные мероприятия где можно и построить в смысле спроектировать свой проект его построить потому что то как ты проектируешь и как это выглядит на практике это два абсолютно разных занятия и я считаю архитектору очень важно уметь и правильно проектировать и строить чтобы проект соответствовал реальности это будет башня в виде конуса направлены на полярную звезду и особенность в том что она имеет очень сложный который когда ты находишься внутри формирует определенную точку зрения человека и направляет его взгляд на полярную звезду и в целом наш объект отсылает к древним поселениям и к поселениям людей нашим предкам которые ориентировались по звездам и это служило для них такой целью ночью по которой они ориентировались и это этот арт-объект позволяет человеку немного задуматься о жизни подумать о направляющих ориентирах его жизни и сопоставить это как-то с полярной звездой которая может выступать таким жизненным ориентиром